Всем привет! В эфире «Спортивная среда» и я, Любовь Почерникова. Футбол, наконец, вернулся в Иваново. Стадион «Текстильщик» теперь соответствует всем требованиям Российского футбольного союза. Вдвойне приятно, что команда достойно провела свой первый по-настоящему домашний матч в Олимп ФНЛ. Настрой у команды серьезный. Закрепиться в Олимп ФНЛ. Сейчас «Текстильщик» на 18-й строчке турнирной таблицы. В ходу матча с «Лучом» из Владивостока невозможно не удивляться. Проигрывать 0-2 уже в самом начале и завершить встречу со счетом 4-3 в свою пользу, находясь в меньшинстве. Футболисты смогли проявить характер, доказать себе и остальным, что значит поддержка родных стен. Безусловно, домашние игры – это в психологическом плане очень важно. Потому что турнир ФНЛ сложный, с большими переездами. И, конечно, даже, как показывает статистика, команды, которые набирают дома очки, победы, в большинстве случаев они сохраняют прописку ФНЛ. К сожалению, статистика – это упрямая вещь, от нее никуда не деться. Поэтому мы все, я думаю, все вместе, болельщики, футболисты и люди, которым футбол не безразличен, безусловно, все рады возвращению сюда. Следующую игру клуб проведет 19 октября в Курске. Соперником красно-черных станет команда «Авангард». Сразу 16 медалей преимущественно золотого и серебряного достоинства привезли воспитанники Академии боевых искусств в Будасан с Кубка России по фудакан-карате. Соревнования завершились в Тольятти. Ивановские спортсмены показали блестящий результат – 9 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая медаль. Впереди ребят ждет чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Германии. Туда планирует отправиться делегация в составе 25 спортсменов. Все на пике в форме, перед чемпионатом. Хороший трамплин, чтобы выиграть, поэтому желание победить было у всех очень сильное. В связи с этим сильнейшая конкуренция. Поэтому даже некоторым чемпионам, которые у нас, даже чемпионы Европы, проиграли на этом турнире. Золотая медаль чемпионата мира по пейнтболу досталась женской российской команде не без участия ивановской спортсменки. Екатерина Букина вернулась из Амстердама с высшей наградой. В финале турнира российские спортсменки оказались сильнее сборной Германии. Итоговый счет составил 4-1 в пользу россиянок. С соперницами мы шли просто ноздря в ноздрю. То есть игры были зрелищными. Победа удалась тяжело. Победа мы шли, стремились. Перед непосредственно самим турниром, то есть перед чемпионатом мира, мы ездили на тренировки непосредственно в Москву. Собиралась вся сборная команда, где проводились постоянные спарринги в течение тоже нескольких дней. То есть готовка была сильная. Также в Амстердаме проходило первенство мира. В состав сборной возрастной категории до 19 лет вошел Евгений Захаров. Вместе с командой ему удалось завоевать четвертое место мирового первенства. Команда «Феникс» снова взошла на пьедестал почета. Баскетболистки Кенишемской школы номер 18 стали серебряными призерами международного фестиваля школьного спорта среди стран СНГ. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 11 стран по 8 видам спорта. На этот раз девочки уступили всего 2 очка спортсменкам из Татарстана. Вначале в группе наша команда успешно обыграла команду из Молдавии, из Казахстана. Уступила хозяевам в подгруппе, но вышла в полуфинал. В полуфинале вновь соперниками нашей команды были девочки из Казахстана, школьницы. Там Кенишемки выиграли 13-5, уверенная победа. И в финале только 2 очка на последних минутах уступили хозяевам команде Татарстана. А впереди нас ждет студенческая суперлига среди женских команд сезона 2019-2020. Соревнование пройдет Ивановский химико-технологический университет 19 и 20 октября. В туре примет участие не только команда «Химтех», а также баскетбольные клубы Санкт-Петербурга и Владимира. 19 числа как раз питерская команда «Черные медведи», они в том сезоне были чемпионками Ассоциации студенческого баскетбола. И 20-го мы будем играть тоже с питерской командой, с сиренами, тоже финалистки суперлиги. Тоже очень серьезный соперник. Ну, поборемся. Спортшкола номер 11 объявила добор. К занятиям конным спортом приглашают детей в возрасте от 10 лет. Кстати, не так давно в учреждении завершился первый этап ремонтных работ. Все лето в Манеже вели плановые работы по реконструкции. Задачей укрепить несущие конструкции и отремонтировать кровлю подрядная организация справилась качественно и в срок. В следующем году работы продолжат. Ремонтные работы выполнены в срок подрядчикам, то есть до наступления осенних дождей и зимних холодов. И в следующем году реконструкция будет продолжена по этапу, она закончится до 2021 года. Это утепление Манежа и ремонты внутренних помещений, для того, чтобы нашим детишкам было комфортно здесь заниматься. На этом у нас все. Любите спорт себе, не себя в спорте. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»